Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове 11.07. Добрый день. Сегодня среда, 22 марта. И в эфире прямо сейчас традиционная для этого дня рубрика «Урбан». Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Урбан. Программа о городских проектах. Такой представительный состав активистов в студии. Давайте по порядку представим. У нас сегодня в гостях, во-первых, Анатолий Курбатов, координатор движения «Акрасивый Киров». Анатолий, добрый день. Добрый. У нас в гостях Игорь Бакин, организатор движения «Акрасивый Киров». Игорь, добрый день. Добрый день. И Антон Касанов, автор проекта «Пешком повятке. Историк. Антон». Всем привет. Добрый день. Мы сегодня будем говорить о городской жизни, наверное, больше Самары. Вот так неожиданно, да? И в применении к приложению к нашему городу. Мы все равно будем говорить, по большому счету, про Киров. Про Киров. Конечно. Конкретный повод для встречи с нашими сегодняшними гостями – это прошедший в Самаре с 17 по 19 марта прошедшее мероприятие под названием «Школа Томсойерфеста». Интересно очень. Несколько слов об этом проекте. Томсойерфест зародился в Самаре не так давно. И суть этого действия заключается в том, что активисты, предприниматели, или городская и местная администрации, занимаются восстановлением внешнего облика исторических зданий в городе, зданий в историческом центре. И вот прошло это мероприятие. Наши гости на нем побывали. Сейчас мы попросим каждого из них высказаться в нескольких словах о том, что это было. И параллельно мы будем связываться с Самарой. С Самарой в лице Андрея Кочеткова. Это главный редактор интернет-журнала «Другой город», «Идейный вдохновитель проекта Томсойерфест», чтобы, так сказать, из первых уст прозвучала у нас информация об этом мероприятии. Анатолий? Да. Что это было? Визит в Самару на днях состоялся в минувшие выходные. Ну, это была одна из наших многих поездок на такие всякие мероприятия, на которые нас пригласили. Мы съездили с удовольствием. Ну и все, и приехали обратно. Отлично. Отлично. Забыли. Ну нет, не забыли, конечно. Там, честно говоря, довольно-таки все прошло. Очень так под впечатлением под большим приехали. Я давненько не видел такого большого количества людей, таких не злых, добрых. Да, вот такие пассионари, как велика, подборать слово. Ну, я под огромным впечатлением, на самом деле. Ну и Самара для меня, я до этого там был трижды. И почему-то мне представлялось таким, ну, шоссе московским, да, которое там идет через город. И грязь, какие-то спальные районы непонятные, невежливые люди. А сейчас я пал в ту Самару настоящую. И, по-моему, это, по-моему, один из лучших городов России в плане архитектуры. Там просто глаза отдыхают. Я точно решил этим летом туда съездить на неделю. Антон Красанов. На самом деле, меня о том, что будет такое мероприятие, мне рассказал Игорь Багин. Вот, я о том Суарфесте практически ничего не знал. Можно сказать, я вообще ничего не знал. Но когда я туда приехал и посмотрел на то, что там происходит, на эти результаты работы, которые были у ребят, то я, конечно, проникся к ним глубоким уважением, потому что буквально за два года они совершили то, что просто невероятно. То есть они своими силами, ну, наверное, слушатели не очень... В 15-м году, да? В 15-м, в 16-м году они взяли, скоординировались, собрали очень хорошую команду, выбили из местных предпринимателей деньги на благоустройство исторических зданий. И вот полукаменное деревянное здание, около 10, они отреставрировали. Около 10 зданий? Около 10 зданий, да, за два года. Но я думаю, что Кочетков скажет про это более подробно. Мы посмотрели на эти здания, и они действительно очень-очень неплохие. И даже достаточно любопытно еще то, что, например, у нас, когда реставрировали фасады зданий в старом городе, у нас немножко цвет получился другой, мало сочетающийся с дореволюционным, то есть слишком яркий, на мой взгляд. А у них вот именно такие краски, которые как с фотографией Паркудиногорского, то есть такие вот именно аутентичные, органические, да. Ну и потом это очень важно было в том плане, что на этом мероприятии три дня очень много информации было, в том плане, что были очень серьезные лекторы, очень серьезные какие-то семинары. Мы чуть позже разводим имена. Игорь, 20 секунд, и будем уже с Андреем говорить. Я хотел сказать, что, во-первых, рассказывали о технологии запуска фестиваля в своих городах, то есть как это сделать, с чего начать, где взять деньги и так далее. Повторюсь, что были лекторы, Виталий Стадников, заместитель декана высшей школы урбанистики, Елена Короткова рассказывала про экономику и историческое наследие, то есть те вот аргументы, которые можно использовать при общении с администрацией, с правительством, при разговоре про сохранение исторического наследия. Давайте уже пообщаемся с Андреем Кочетковым, главным редактором интернет-журнала «Другой город», с идейным вдохновителем проекта «Томс Сойер Фест». Андрей, Андрей, привет. Да, добрый день. Самара, привет. Добрый день. Вы в прямом эфире «Эхо» в Кирове, ведущий Николай Горьков, Владимир Сметанин и наши гости Анатолий Курбатов, Игорь Багин и Антон Касанов, которые побывали в минувшие выходные, как раз-таки на вашем мероприятии. Антон сейчас сказал, что вы просто выбили деньги из предпринимателей на свою деятельность. Что значит «выбили»? Ну, «выбили» — это, наверное, такой радикальный немного термин. То есть сами отдали? Дело в том, что проблема происходящего с центром Самары, она, в общем-то, понятна здесь многим. И, собственно, практически никому не надо объяснять, что так быть не должно. Поэтому, когда мы работали с партнерами, с какими-то нашими спонсорами, им было понятно, на что они дают деньги. Андрей, обрисуйте, пожалуйста, проблему. Вы сказали, что она понятна для вас, но все-таки историческая часть. Что с ней происходит? Дело в том, что у нас исторический центр — это 140 кварталов, которые разрослись буквально за 30 лет в конце XIX века и до революции. И потом эта масса, вот эти 140 кварталов, они, в отличие от многих других городов, практически в аутентичном виде сохранились. И при этом практически ничего не реставрировалось в постсоветское время. То есть какие-то единичные объекты — это все ветшало. Поэтому при всей красоте вот это такое вот все так живописно, по-венециански тлеет вот здесь. Только в гораздо еще худшем состоянии, естественно, чем в Венеции. И всем понятно, что с этим что-то нужно делать. А дело обычно дальше каких-то проектов, что разговоров не заходит. Так, давайте поподробнее, с чего все начиналось, как возникла идея, и что вообще значит вот это словосочетание «Том Сойерфайл». Причем здесь «Том Сойерфайл»? Мы думаем, что это связано с покраской забора. Ну да, как бы история «Том Сойерфайл» — это, наверное, самый известный в мировой культуре пример покраски какой-либо поверхности. Монетизация, скажем так. Еще чем-либо сравнить узнаваемость этого названия. И оно, надо заметить, хорошо очень понятно людям разных культур совершенно, из разных стран. Например, вот к нам приезжал финский актер Вилли Хапасау, который в особенности в национальной охоте играл. Ну да, самая известная роль. И ему сразу как бы было понятно, почему «Том Сойерфайл». А в Казани, например, когда «Том Сойерфайл» запускался, там пришла такая сторожилка старо-татарской слободы Нурниапа, который за 80 уже. И ей тоже история с «Том Сойером» понятна, потому что она еще в школе участвовала в спектакле и играла у «Тома Сойера». Она играла «Тома Сойера»? Да, да, но это было после войны, видимо. Мальчиков не хватало. Андрей, Андрей, да, да, расскажите, пожалуйста, по порядку, чтобы мы все предельно ясно поняли, как строится ваша работа, с чего вы начинаете, как договоритесь с предпринимателями, как восстанавливаете эти здания, в чем заключается восстановление, кто в этом участвует, да. Сама процедура. Ну, дело в том, что у нас вот есть интернет-зурнал, у нас другой город, и до того, как запустить «Том Сойерфест», мы очень много писали вот о проблемах исторической среды, о том, как это делается в других городах, в других странах, в чем ценность этого пласта, и таким образом мы, в общем, собрали вокруг себя какую-то аудиторию, которой это интересно. И, соответственно, волонтеры, которые пришли на фестиваль, это в первую очередь наши какие-то читатели, которые очень много писали до этого комментариев, вот, ну и мы решили, что эти комментарии можно конвертировать в конкретные действия, вот. И, собственно, началось все с выбора объектов, и потом... То есть конкретных домов, да? Которые будут подвергаться. А эти дома, простите, Андрей, они сейчас жилые? Что там находится? Да, это жилые дома. Дело в том, что такая бич самарской исторической среды, это то, что большинство этих домов представляет из себя коммунальные квартиры. И поэтому там зачастую люди, живущие в соседних комнатах, между собой не могут договориться, кто будет мусор выносить, не говоря уже о благоустройстве фасадов или каких-то придомовых территорий. И поэтому вот мы пришли к тому, что тут еще нужно, конечно, вот эти вот социальные хитросплетения расплетать, а не только думать о том, как выглядит фасад. Но в итоге жители этих домов удалось побудить на то, чтобы они вышли и занимались благоустройством тех же фасадов. Они занимаются сейчас этим? Дело в том, что первый год мы не ставили такой задачи для себя, но во второй, да, мы уже начали ориентироваться на жителей. Более того, в этом году мы полностью переориентируемся на те дома, где живут активные жители, которые и так занимаются благоустройством. Потому что важнее дать им в руки инструмент, чем просто сделать фасад, уйти, и он будет дальше себя плохо чувствовать. А участие предпринимательского сообщества, оно тут в какой форме? И в чем интерес для бизнесменов заниматься этим? Или это просто для них благотворительность, это они дали вам деньги и все? Работаете? Ну, тут разная мотивация. Во-первых, конечно, это очень наболевшая для Самары проблема. И многие предприниматели, исходя из того, что они тоже хотят помочь решить эту проблему, давали средства. Ну, и плюс, с некоторыми у нас были такие чисто коммерческого плана отношения, то есть мы им предлагали рекламу по бартеру. Мы на табличках, которые мы повесили на домах, указываем название помогавших нам компаний. И это достаточно просто им объяснить, что эта табличка, она работает гораздо лучше, чем какой-то рекламный щит, стоящий на магистрале. А выложения примерно сопоставимы. Потому что этот рекламный щит, это просто распечатанная бумага, которая, по-моему, будет сорвана. А это, с одной стороны, социальная миссия, а с другой стороны, эта табличка, по-моему, будет работать десятилетиями. Андрей, а с городской администрацией вопросы как решались у вас? И что за вопросы? Да, вот именно по согласованию этих ремонтов и так далее. Городская администрация, в общем-то, в лице главного архитектора согласовывала нам эскизные проекты фасадов. То есть мы понимаем, что это все-таки муниципальная собственность, да? Вот эти дома. Да. Ну, нет, там есть и муниципальные, есть и приватизированные квартиры. Нужно получить... Сначала мы получили согласие от собственников в случае, если это муниципалитет. Соответственно, мы просто разговаривали с муниципалитетами. Если это собственники, мы проводили собрание, собирались в них подписи, что они согласны с этим. Вот. А потом утверждали как бы колористику, предложение по колористике эскиза у главного архитектора. Просто в разных городах там немножко по-разному выглядят структуры, которые за это отвечают. В нашем случае это главный архитектор. Но проблем с администрацией не было у вас. То есть они пошли вам навстречу сразу? Ну, дело в том, что у нас как-то получилось все очень легко, на удивление, согласование все эти. Потому что многие, конечно, городские проекты, они упираются, и в том числе и в Самаре, в какую-то бюрократическую волокиту. Тут какая-то система дала сбой, и все получилось очень легко и быстро. Андрей, у нас остается буквально минута. Скажите, пожалуйста, какие планы в рамках Томс-Сойерфеста на этот год? И перспективы вообще? В этом году сколько домов планируете привести в порядок? Ну, дело в том, что в этом году мы планируем еще в разных городах помочь запустить Томс-Сойерфест, поэтому мы не можем в этом году взять на себя какие-то большие объемы. Мы хотим в этом году в Самаре взять 4 дома. А Киров не входит, да, в этом году в список городов, где вы будете работать? Дело в том, что мы не приезжаем и не работаем в других городах. Мы ждем от местных активистов, от местных властей, от местного бизнеса как бы запроса, чтобы мы им могли помочь, как-то проконсультировать. А вы такой консультационной все-таки поддержку оказываете, да? Не выезжая из Самары. То есть от Кировской культуры? Только самоорганизации, потому что только жители каждого конкретного города понимают, что им конкретно нужно и что нужно делать. Спасибо, Андрей. Спасибо, удачи вам в вашей деятельности. Андрей Кочетков, главный редактор интернет-журнала «Другой город», идейный вдохновитель проекта «Томс Сойерфест». Ну, в целом, в общем-то, понятно, да, что происходит в Самаре в этом отношении. Сейчас мы уже непосредственно с нашими специалистами будем общаться, но после небольшой паузы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. «Урбан». Программа о городских проектах. Продолжается программа «Урбан». Напомним, состав наших гостей – Анатолий Курбатов и Игорь Багин. Это представители движения «Красивый Киров». Также Антон Касанов – автор проекта «Пешком по овятке. Историк». Ну, насколько мы поняли, масштабы в Самаре совершенно другие, да, вот этой деятельности. И то количество домов, которые нужно облагородить намного больше. Так ведь, Антон? На самом деле, да, там очень интересно, что вот то место, где мы жили, самый центр города, улица Куйбышева, это, конечно, что-то совершенно потрясающее, потому что… Не переименовали еще в Самарскую улицу? Нет, ну там вообще достаточно интересно, что идешь по этой улице, и дома стоят ровными рядами, как в Петербурге, идут линиями такими. И все дома, просто там нет проходных каких-то зданий, на которых не обращаешь внимания, потому что все с лепниной, с какими-то башенками, с какими-то интересными архитектурными элементами, с балконами, очень много памятников модерна, какие-то памятники конструктивизма и так далее. То есть, очень любопытная архитектура, которая формирует, мне кажется, такое эстетическое какое-то отношение к городу, да, очень внимательное. Поэтому мне вот стало очевидно, откуда в Самаре взялось столько активистов, потому что они вот росли в этой среде нетронутой предыдущими поколениями, и вот, наверное, она, эта вот среда сформировала у них такие вот воззрения, мировоззренческие. Ну, конечно, там много и зданий, которых еще требуют серьезного ремонта. Вот деревянное полукаменное здание, которое в таком находится не самом лучшем состоянии, поэтому, конечно, у Томсоро Феста очень много работы. Но мы посмотрели на те здания, которые они отреставрировали, очень, конечно, все сделано с любовью и с умом, надо сказать. Это только внешнее вот такое? Нет, они объяснили, что они занимались иногда и более серьезной работой, то есть там починкой крыши, они договаривались с управляющими компаниями о ремонте текущем этих зданий. Плюс ко всему они даже кое-какие коммуникации подремонтировали, там у них знаменитая есть история со столбом, который стоял у одного из домов, и чуть не развалился столб, имеется в виду электрический, да, и там им помогали разные люди, в том числе небезызвестный депутат Хинштейн. Электрический столб, это, видимо, опора линии электропередачи, я правильно понял, да? Да, опора электропередачи, которая там падала на дом. Электрический столб, электрический стул, как-то страшно все. Которая падала на дом там буквально. Так что у них разные фронты работы, еще очень интересно, что это же фест, то есть они привлекают внимание к проблеме еще и самыми разными инструментами, то есть они там очень близко дружат с артистами, с музыкантами, с каким-то архитектурным сообществом, у них вот другой город, замечательный такой журнал, очень много там материалов любопытных обязательно почитайте. Поэтому это целое движение большое. И еще очень круто, что оно распространяется вот уже в Казани, в Базулуке, честно говоря, про город Базулук мы ничего толком не знали до этого, а оказалось, что в городе Базулуке творятся такие вещи, что просто не выдаешься, то есть как им все это удалось. Такой очень красивый домик они отреставрировали весьма любопытно. Но смысл тот же. Смысл тот же, идеология такая же, все то же самое, да. Тут, кстати, к слову сказать про Киров, активисты и организаторы фестиваля тоже думали, что это какой-то загадочный город, не знали про него ничего так же, как мы про Базулук. Ну вот поэтому именно нужно общаться, съезжаться. Живое общение всегда помогает проникнуть в проблемы друг друга, изучить опыт, что самое важное. Потому что все-таки этот омсорферст, это совершенно новый формат. И это вот такая частичка гражданского общества, низовая инициатива, ведь теория малых дел вот воплотит. То есть она такая и есть. — Анатолий, вот какое-то изменение-то в создании произошло, съездив, посмотрев на это? — Как-то на Киров этот опыт может быть спроектирован? — Ну мы с ребятами уже обсудили это дело, сразу в принципе на месте. Наверное, мы начнем со Слободского, потому что он более подходит по формату. Плюс там есть активная ячейка, которая нам знакома, там есть прекрасная. — Расскажите поподробнее, многим неизвестно, что в Слободском происходит в этом отношении. — Ну в Слободском город. — Нет, я понимаю, это слово ячейка, что она всех приводит. — Ну нет, в смысле, там есть эффективные ребята, которые там проводят какие-то свои мероприятия. То есть мы знаем, что там есть на кого опираться. И там есть прекрасные работники в администрации, в том числе, помните, на Баркемпе выступала, по-моему, Алифтина Полякова. — В июне прошлого года. — Там есть депутат у них по округу, Роман Альбертович Читов, который, я думаю, учит в ресурсы, где надо будет поработать с предпринимателем. Плюс там есть предприниматели, которые, в принципе, как бы довольно лояльно относятся к городской среде. — Я бы сказал, больше они очень заинтересованы. — Да-да-да, то есть вот если так вот брать со стороны, там есть все исходные данные, чтобы там получилось просто все отлично и очень быстро. Ну, с активистами уже немножко пообщались, вот, со остальными пока не получилось, потому что кто-то в Москве, кто-то еще, как бы, это, ну, я думаю, что мы ближайшие две недели все это дело обсудим. И, наверное, Андрей Крикачков или кто-то из Атростана приедет к нам и уже их зарядит и объяснит уже лично. — То есть серьезное намерение в этом году уже развернуть, да? — Ну, мы, во всяком случае, сделаем все, что от нас зависит, чтобы саму идею перевести сюда, потому что, на самом деле, просто все замечательно. — Игорь? — Что? — Ну, перспектива, Игорь, на ваш взгляд, на ваш оценочный взгляд, перспективы развития именно такого формата, вот, у Сверфест? — Ну, да, я согласен с Анатолием, что, действительно, перспективы у нас есть и больше перспектив именно в малых городах, потому что, наверное, там таких инициатив не хватает. Ну и плюс мы... — Да там, может быть, просто издание больше сохранилось, чем в Кирове. — Да, да, возможно, и так. Ну и плюс мы, конечно, попробуем привлечь активистов из Кирова, чтобы съездить и в Слободской посмотреть, и помочь провести, допустим, такой же фестиваль. — Ну и, во-вторых, в Кирове и так уже довольно много проектов, которыми в том числе занимаемся мы, и нагружать себя дополнительной ответственностью и делать новые проекты, не завершив начатые ранее, думаю, не имеет смысла. — Ну, мы больше, как бы, консультационную какую-то поддержку, скажем, организационную, но мы надеемся, что все-таки еще найдутся инициаторы, люди, которым это интересно, потому что здесь нужно отметить, что вот проблема, про которую сказал Андрей Кочетков, она есть вообще во всех городах России. В связи с старым центром, он делится на увядающую сторону и более-менее что-то поддерживающее там свою структуру, да. И вот мы говорили про малые города, вот в Кировской области бывшие уездные центры — это безумно интересные города, на самом деле, которым мало, к сожалению, внимания, да, ведь они могли бы быть и туристическими объектами. Реставрация зданий, она всегда ведет и к всплеску экономической жизни, и туристической жизни. И что самое-то важное, и эта идеология Том-Сорфеста к изменению отношения людей, которые там живут, к своим домам, к своим улицам, к своему городу. Потому что люди перестают смотреть на эти здания и говорить, что это деревяшки, это все разваливается, это все труха, это никому не нужно. Они же по-другому смотрят, они видят, что это действительно очень важный для города объект, это наша история. Город — это не какая-то декорация к вашей жизни, это вот, это же живое. И поэтому, мне кажется, что мы бы хотели верить, что люди, которые готовы поддержать Том-Сорфест, они найдутся и в Кирове, и в Слободском, и, может быть, в других городах. Мы какую-то от себя поддержку окажем, но, как вот говорилось тоже на форуме, что есть две концепции. Одна — это когда у одного человека 10 компетенций, и он все делает. Или когда есть команда из 10 человек, и у них 10 компетенций у всех, да. То есть мы скорее придержимся сейчас второго формата, когда вот у нас есть несколько человек, и все люди разные, но все, в общем-то, соучастие свое оказывают. И поэтому, если кто-то готов поддержать вот подобные проекты, обязательно обращайтесь к нам, я думаю, что мы сможем чем-то. Ну да, и я хотел добавить еще, что как раз на школе говорилось о том, о чем я уже говорил, об экономике и исторического наследия. И говорилось о том, что интересантами в том числе могут быть не только люди, которые там с воодушевлением идут красить дома и так далее, но и конкретный бизнес, например, турфирмы, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы историческое наследие сохранять, и чтобы там водить экскурсию туда, привозить туристов, то есть у них прямая заинтересованность, я думаю, с ними тоже нужно работать. Поподробнее чуть о том, что вы вынесли, да, из школы Томсуэрфеста, что можно применить у нас в областном центре, мы чуть позже поговорим, но все-таки Анатолий, хочу спросить, вот в целом-то, по итогам этого визита и по итогам того, что вы увидели, как работают самарцы, какие эмоции-то возникли? Зависть, о, блин, нам бы тоже как-то подтянуться, круто, они впереди нас, или это нельзя сопоставлять? Ну, я вообще не заканчивался, чувством, как зависть. Ну, мы имеем в виду такую светлую, добрую завистью. Да, даже с такой... Зависть. Завидовать. Хорошо, хорошо. Не, ну, восхищение, да, удовольствие, я так посмотрел фотографии со стороны уже, которые там выложили, я тут все три дня ходил, улыбался, что мне довольно несвойственно. Велика ли вообще команда активистов-то? Там было 23 города, по-моему, 70 человек, которые были... Нет, я имею в виду в Самаре, в Самаре, тут группа активистов этих. Ну, прилично, конечно, мы не считали, но... Но у них есть какое-то ядро, там человек 15-20, и очень много людей, которых поддерживают. Да, волонтеры, есть волонтеры, которые... Ядро это не партия. То есть, там, смотрите, сам фестиваль... Да, конечно, нет, конечно. Там сама фестиваль была такая, что у них на каждом доме был прораб, который вот консультировал все это дело, и люди, и просто был график работы, когда объявлялись, что вот такие-то работы. И просто люди приходили и что-то делали. Кто-то приходил, их кормил, кто-то привел, там, играл музыкальных инструментов, чтобы им было не скучно. Были даже такие истории, что люди приходили со своими детьми, и даже детям находилась работа, и они там могли что-то покрасить, и, в общем, очень интересно было. Ну, принцип как раз Томаса Уэра, всем же интересно, тоже взять пиццу и покрасить. Это соучастие, соучастие, да. И заплатить за это можно. Так, давайте немножко прервемся, успокоимся и продолжим в конструктивном русле через полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжаем наш разговор. Не так много времени остается. Антон Косанов, соавтор проекта «Пешком по ветке», историк у нас в студии и представители движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов, Игорь Багин. В прошлые выходные, напомню, наши гости побывали на Томсовер-фесте в Самаре. Вы уже поняли, да, если вы слушаете первую часть нашей программы, о чем там шла речь. Вот давайте поговорим об этой школе, с кем пообщались, чьи лекции послушали, какие предложения вас заинтересовали. В практическом смысле их использование уже в дальнейшем у нас, Игорь. Ну, вначале я уже упоминал, Елена Короткова, экономист конструкторского бюро «Стрелка». Подсказывала о том, с экономической точки зрения, какие аргументы можно найти при общении, ну и вообще, какие существуют экономические инструменты. Так, давайте проще говорить, что такое экономический инструмент? Ну, то есть, зачем вообще сохранять среду? То есть, не в плане том, что все утеряно, давайте это восстановим. То есть, это аргументы, нужные при беседах с предпринимателями, правильно понял? Ну, и с предпринимателями тоже. То есть, при сохранении домов, которые, допустим, являются города, формирующими объектами в исторической среде, может вырасти цена недвижимости, допустим, в итоге вырастут налоги и так далее. То есть, из-за налогов на имущество. То есть, если мы хотим привлечь риэлторов к нашей работе, да, мы говорим, ребята, мы сейчас покрасим, и цена этой недвижимости возрастет. Да, повысится аренда, допустим, но это, естественно, все работает в комплексе с формированием городской среды, то есть, благоустройство прилегающей территории и так далее. Ну, это вот один из моментов. Потом выступал Виталий Стадников, заместитель декана высшей школы урбанистики и экс-главный архитектор города Самары, да. Ну, он рассказывал про то, чем важны эти низовые инициативы и почему население именно должно такими вещами заниматься. Там еще была мощная команда с Татарстана, там в лице советника или помощника главы Татарстана, да? Да, советника. Олеся Балтусова. Помощник президента республики. Да, да, да. У нее глава называется президент по-прежнему. Да, она рассказала, как все это происходит, как они в прошлом году свои проекты тоже реализовали, как в этом году у них какие-то планы большие, ну, там, на самом деле, планы гигантские, как и все. Но они тем же занимаются в Татарстане, да? Да, то же самое. Она этим занимается не как помощник президента, главы Татарстана, а как... Ну, как частное лицо. Как частное лицо, да, в ней работают. Там были также представители Татарстана, которые вот открыли музей Чак-Чак, они рассказывали, тоже просто не знаю, как это экономически выгодно и все прочее. Ну, они там наворотили много всего в этом музее. Да, наворотили. Были, говорят, там, как заходишь, потом не выйдешь. Ну, и был Святослав Мурунов, который все три дня там модерировал, активно всех перебивал, говорил умные вещи. Напомню, он был и в нашей студии, и тоже активно всех перебивал. Ну, да. Ну, на самом деле, можно разделить всю лекционную, так сказать, семинарскую программу на три части. Вот первая, это обмен опытом среди тех, кто занимается вот таким восстановлением исторических зданий, да? То, что касается непосредственно механизмов работы, то есть люди из трех городов делились экономической составляющей и культурологической. Второе, это чисто такая программа, которая касается городозащиты. То есть там выступали профессиональные архитекторы, выступали те люди, которые являются специалистами в области публичных слушаний. Игорь тоже отменился в этом плане, поскольку он постоянно ходит на публичные слушания, имеет достаточно серьезный опыт. Но там был господин Антонов, радикальный архитектор, как он себя называет, злобный архитектор, да, урбанист. Очень тоже квалифицированный человек, один из лучших, наверное, на своей профессии. То есть это именно узкие специалисты. Поэтому много обсуждались вопросы правил землепользования и застройки, общественных слушаний и так далее. И третья часть чисто просветительская. То есть там были весьма любопытные тоже моменты. Ну, например, меня вот интересуют экскурсии, поскольку я занимаюсь этими проектами. Вступала вот девушка, которая реализует проект экскурсии местных для местных. То есть люди, которые живут в каком-то своем районе, или они, например, граффитчики, или они, например, художники, там еще чем-то. Они проводят вот экскурсии, собственно, сами по себе. То есть это не профессиональные экскурсоводы. По своему району? По своему району или по своей сфере деятельности. То есть, например, граффитчики проводят по истории граффити, как они рисовали или еще что-то. Вот, чисто такой культурологический аспект. Поэтому там за три дня было очень много всего любопытного. И всю эту информацию еще нужно обязательно переварить. Ну да. Кстати, а вы выясняли бюджет этих проектов? Конечно. Сколько это стоило? В среднем, по-моему, дом у них обошелся в 750 тысяч. В среднем 750 тысяч. В Бузулуке там обошлись вообще 25 тысяч. Вот. Но в Казани, я не знаю, бюджета не озвучил. В Казани, наверное, побольше. Там что-то больше было. Подожди, а дома-то какие имеются, вот эти каменно-деревянные? Двухотажные. Двухотажные, деревянные, полукаменные. Да, конечно, понятно, что там основной это все-таки ремонт кровли, самое дорогостоящее. Да, это аренда лесов. Краска там была очень дорогая, Тик-Курилов у них была спонсором. То есть... Вот, хорошая лесская краска, да. Да, раз в 10 дороже. Ну, насколько я помню, у них в прошлом году в Самаре бюджет, вот, именно фестиваль, составил около 2 миллионов рублей. Из них 250 тысяч они получили как гранты городской администрации. Остальное все вот эта спонсорская помощь. И там была девушка, которая конкретно там полчаса рассказывала, как она выбивала, выбивала неправильное слово. Нет, в кавычках его там... Я в кавычках там говорила. Тебя, кстати, не опровергли. То есть, как она добивалась того, чтобы вот спонсоры выделили на это деньги. То есть, это целая, конечно, наука. И здесь основной месседж был в том, что, ну, ничего стыдного нет. То есть, вы на благое дело просите, приходите, просите, дерзайте. То есть, вот мне очень понравился именно такой социальный оптимизм. Там люди выступали, говорили, мы это сделали и там сделаем еще, это не проблема. То есть, не то, что выступали все, кто участвовал в этих проектах. То есть, у нас как-то вот в Кирове, в других городах зачастую такой пессимизм, что все пропало, все плохо, ничего никому не нужно. А здесь наоборот. Антон, ну вот смотри, вот в Кирове взять какой-нибудь там двухэтажный полукаменный дом, условно говоря, который не является памятником истории архитектуры, потому что иначе это демороз с образованиями. Вот хорошо покрасили его, а кто знает, что его завтра не снесут и не построят там 12-й памятник. Нет, но это тоже важный аспект, это важный вопрос, потому что после того, как они поработали над этими зданиями, сейчас у них там задача-то в том, чтобы его внести в реестр памятников. Но у нас еще ведь есть историческое поселение, у них, по-моему, нету. Да, у нас есть историческое поселение, мы просто пока еще не умеем грамотно распоряжаться теми механизмами. А он говорит о том, что у нас границы определены историческими поселениями, а у них нет. Это такой очень важный механизм, мы просто еще тоже это не умеем, поэтому мы ездим. Но пока у них даже нет таких защитных функций. Поселение есть, и поэтому вопросы, о которых вы говорите, очень важные. Мы тоже им задавали, что, ребят, было с этими домами дальше, но смысл в том, что они добиваются того, чтобы вносить и в реестр. Один дом они уже внесли, а в Казани это еще более серьезная работа, потому что у них есть Олеся. И здесь инструмент даже правительства, потому что Миниханов, президент, сказал, что ни одного деревянного дома на территории Казани не должно быть снесено. Ни одного, потому что это вот история у них. Вот бы нам такого президента, что я могу еще сказать. Остается буквально три минуты. Давайте еще раз повторим, что формат вот этот Том Сойерфеста будет попробован, опробован в Слободском. Но это гипотетически. Это проект, мы же говорим, проект. Это проект, есть идея, да? Это довольно вероятная такая вещь, потому что все исходные говорят о том, что там все это может быть реализовано. И оставшиеся минуты я все-таки предлагаю посвятить анонсу мероприятия, которое пройдет в нашем городе 7 апреля. Это будет фестиваль исторической урбанистики. Антон там тоже будет принимать участие. Я думаю, что отдельную передачу ближе к этой дате мы посвятим. Пригласим гостя, которые приедут из столицы. Давайте расскажем, что это будет. Да, дело в том, что 7 апреля мы, как авторы «Пешком поведка» со Станиславом Сувором решили провести фестиваль исторической урбанистики. То есть тоже это пересекается с тем мероприятием, где мы побывали, потому что в объективе внимания города, русские города. Мы, к сожалению, очень редко говорим о том, что такое вообще город, что он из себя представляет, какова его история, структура, как в нем вообще раньше жили, как живут сейчас. Мы решили сделать специальное мероприятие в вечер, где будет три больших лекции, посвященные истории русского города, его структуре и прошлому и настоящему. И мы привозим очень серьезного эксперта Павла Гнилорыбова. Он историк-московед, он автор проекта про уголок-эскурсии «Моспешком», «Урбанист». И у него очень много регалий, не буду себе перечислять. Мы дружим проектами, мы друг друга перенимаем опыт. И более того, его можно назвать человеком-оркестром, потому что он очень обладает серьезными компетенциями в области знания городов. Он будет читать у нас лекцию про историю русского города с старых времен до настоящего времени. Русский город за полтора часа. За полтора часа, да. Плюс он как раз поделится своим опытом городозащиты, потому что он очень много принимал участие в процессе борьбы за сохранение культурного наследия Москвы. Он экс-участник движения «Рахнадзор», который очень много сделал полезного для сохранения культурной среды Москвы. И поскольку у нас в городе все-таки тоже много людей интересуется вот этой темой, мы сошли, нужно сделать такое мероприятие. Я тоже там буду выступать и рассказывать буду про историю уничтожения старой вятки. Именно уничтожение. Да. Это, наверное, будет самая грустная часть твоего мероприятия. Ну, я часто говорю об очень грустных вещах, к сожалению, но таковы объективные процессы. То есть о современности тоже пойдет речь, да? Ну, потому что, да, конечно, уничтожение происходит и сейчас. Оно движется достаточно поэтапно. То есть с начала советского периода времени и до современности. И такое мероприятие будет с 7 апреля в заведении «Конструктор практик». Это где? 100 рублей. Это вот здесь у вас буквально через дорогу на территории бывшего металлургического предприятия. А, это на строительном заводе? Да, на строительном заводе. Перекресток московской делегии. Да, так что всех ждем. Хорошие будут мероприятия, интересные. Думаю, что откроют для себя очень много нового. И такие эксперты, как Павел, они всегда заслушают внимание, потому что очень такой человек квалифицированный, скажем так, в своих вопросах. А в целом, кстати, Антон, по вашим наблюдениям, растет количество людей неравнодушных к судьбе города, к исторической части, исторических зданий? К судьбе города Кирова? Да, именно. Конечно, растет, но об этом можно говорить уверенно, да, потому что вот когда я начинал заниматься этими вопросами, когда мы только начинали пешковом поведке, такого ощущения особо не было. Но потом все это поэтапно стало развиваться, и на прогулки к нам народу стало много ходить, и много людей занимаются исторической деятельностью, вот как игры составляют родословные, да, это все люди небезразличные. Много людей пишут, переживают по истории каких-то зданий и так далее. Другое дело, что ведь весь вопрос о компетенциях, формах борьбы, скажем так, формах соучастия, я бы сказал, вот это слово соучастие, потому что это самое важное. Потом Сарафест, он объединил самых разных людей, не только тех, которые точно знают, как там в ПЗЗ, как на общественных слушаниях себя вести, да, не только знают, как зайти к предпринимателям или к чиновникам, но и просто небезразличных людей, которые готовы были покормить активистов, сделать концертную поддержку, провести экскурсию. У меня, кстати, очень хорошая экскурсионная деятельность, какими-то заниматься процитическими мероприятиями. И тут просто смысл в том, что все они объединились и составили вот единое целое. У нас в городе очень много неравнодушных людей, а на самом деле замечательные люди. И просто здесь вопрос вовлечения в процессы. Александр Асохин сейчас представит очередной выпуск новостей, но на этом программа, вернее, рубрика «Урбан» заканчивается. Сегодня продолжительность ее один час. После 12.05 мы вернемся уже с традиционным дневным разворотом. Спасибо нашим гостям, Анатолий Курбатов, Игорь Багин и Антон Касанов. Очень скоро продолжим. Урбан. Программа о городских проектах.